Динозавры Во времена моего студенчества, это было не так уж и давно, библиотека выглядела совершенно по-другому. Вот сейчас даже приходишь сюда в валенках и уже даже как-то неудобно становится. За свою историю библиотека пережила погромы, пожар 17-го года, Великую Отечественную войну и перестройку. Чтобы выжить в эпоху интернета, Шишковке пришлось трансформироваться. В прошлом году провели ремонт на первом этаже. Появились кафе, зоны отдыха и, как здесь говорят, места для селфи. Я вот сижу и транслирую это все в Инстаграм, потому что очень удивительно видеть современное пространство именно библиотеки для молодежи. Интерьер и мягкая мебель, собственно говоря, яркая такая впечатляет. Каждый год библиотеку посещает около 72 тысяч человек. Получается, примерно 200 читателей каждый день приходят сюда, чтобы прикоснуться к уникальному фонду Шишковки. Сегодня в ее коллекции полтора миллиона печатных изданий. У меня до сих пор билет читательский, который выдан за 15 лет. Вот с 70-го года я в этой библиотеке. Если какие-то вопросы возникают, я иду только сюда сначала, а потом уже в другие места. Кстати, в библиотеке скоро обещают удивить всех, кто скучает по старой доброй Шишковке. У нас есть еще два этажа и как раз будут зоны, которые включат, скажем, такие элементы той ламповой Шишковки. То есть классической библиотеки, ну что-то типа ленинки, там, да, вот когда там с зелеными лампами. Все это будет, да, безусловно. Как изменится самая большая и старая библиотека Алтайского края, узнаем через пару лет. Ремонт на втором этаже начнется осенью этого года. К четвертому приступят уже в 2021-м. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком.